В студии Алексей Навальный или оппозиционный джентльмен, как назвала меня Наталья Поклонская, очень мило. Она обиделась на фотографию, которую я разместил, вернее не на фотографию, давайте покажу вам ее сразу, на подпись к фотографии, которую я сделал. Она ждала Николая Второго, но вышел всего лишь Владимир Путин, оскорбила ее эта подпись. И она сказала, что этот оппозиционный джентльмен упомянул в суе императоров Николая Второго, причисленную лику святых и почитаем во всем православном мире. Ну, совершенно правильно. Я не почитаю вообще ни разу Николая Второго, хотя, безусловно, принадлежу к православному миру, наверное, Наталье Поклонской. Придется учитывать то, что есть в России люди, которые не почитают ни Николая Второго, ни ее саму, ни Владимира Путина, нашего нового царя, против которого мы все с вами протестовали 5-го числа. Огромные молодцы. Я на стаканчике написал. Все молодцы, реально все молодцы. Горжусь всеми, кто вышел 5-го числа. Это было очень круто, это было замечательно. Меня с автором по этому поводу будут судить. Но я не жалею ни секунды, что участвовал в этой акции. Не так сложно, не так легко мне было в ней поучаствовать. Снова пришлось проворачивать целую комическую комбинацию с тем, как я накануне убегал от полиции, которая меня очень плотно опекала. За мной в последние дни ходило человек 20, на самом деле. Вот прям как в кино разнообразное наружное наблюдение. Там переночевал на конспиративной квартире. Оказался на митинге. Митинг мой продолжался минут 10 или 15. Что, впрочем, в общем-то, больше, чем на предыдущем митинге. И я рад, что был там. Я рад, что был среди тех людей, которые вот в тот момент вышли и сказали, что он нам не царь. Потому что в чем заключается сейчас, ребята, политическая борьба? Это же не половина на половину россиян друг на друга. И не то, что там 30% демократов против 70% каких-то путинистов или не демократов. Нет. Это совсем не так. Никогда политическая борьба не является противостоянию каких-то вот прямо главных сил общества. Народ поделился на две части, а одна другая противостоит. Нет. Есть ничтожный процент путинистов, таких истинных, которые зарабатывают на этом деньги. Которые получают непосредственную выгоду. Они захватили власть. Они с помощью контроля полиции, судебной системы и СМИ оболванивают все остальное население. И есть мы, довольно большая группа населения, которому это все не нравится. Задача путинистов какая? Сказать народу, ребята, глядите, тише благодать. Все довольны тем, что происходит. Все приветствуют нового царя. Единственная есть группа, ну не недовольных, а тех, кто немножко в диссонансе. Это парламент Чечни. Вот они недовольны тем, как все просто приветствуют царя. Они хотят лизать ему ботинки. И они внесли вот сейчас законопроект о том, что давайте Путина, не Путин, президента, да, можно на три срока подряд. Это единственное недовольное. Этот месседж транслирует власть. Мы транслируем месседж совершенно другой. Мы выходим и говорим власти, населению, сами себе. Нет, так не пойдет. Так не пойдет, так не будет никогда. И мы с этим никогда не согласимся. В России достаточное количество людей, которые отказываются признать монархию, которые отказываются целовать ботинки этой власти. В России достаточное количество людей, которые никогда не будут терпеть эту власть воров. И в 60 городах прошла наша акция. Да, были задержания. Впервые, на самом деле, впервые за всю новую историю России мы видели, что власть применила насилие в таких масштабах. Ну, то есть, это действительно то, что было в Москве и в Питере. Это был такой частичный силовой разгон, который, наверное, даже по масштабам превышает то, что было 6 мая 2012 года. И, конечно, была вот эта вся история с этими там казаками, про которого я сейчас отдельно скажу. Но так или иначе, мы выполнили свою главную задачу. Я как гражданин. Я говорил об этом в прошлой передаче. Что я хочу от себя? От себя я хочу просто туда выйти. Я это сделал. Я пришел и вышел. И увидел вокруг себя огромное количество других людей, которые точно так же просто пришли, вышли туда постоять для того, чтобы перед своей совестью было не стыдно. Поэтому, еще раз, все огромные молодцы за... Вы единственная надежда страны, кто выходили. Потому что вас-то поддерживает много людей. Нас поддерживает много людей. Но по разным причинам они опасаются, побаиваются или еще что-то. Ну, собственно говоря, на это и направлено же все, что делает эта власть. Она хочет, чтобы те, кто потенциально может выйти, подумали, ну нет, меня могут задержать. А потом подумали, ну нет, меня могут и штрафовать. А сейчас они сказали, ну давайте, чтобы они еще были, сильнее боялись. И думали, ну нет, меня могут там побить. Казаки какие-то могут прийти и меня побить. И они таким образом людей запугивают. И какое-то количество людей, к сожалению, ну пугается, боится, думает обстоятельства, ищет себе какие-то предлоги. Говорит, где же у меня, есть ли у меня бабушка, которой я могу поехать на юбилей. Или там шашлыки, или может быть укроп необязательно можно посадить. Я, конечно, душой с ними, и очень хочется, ну блин, укроп-то надо посадить на даче. Ну и еще какой-то предлог. Не обезнательно, что означают они какие-то плохие люди, или уж прямо трусы. Но, скажем так, они недостаточно смелы для того, чтобы вложить какую-то часть себя в защиту своей собственной страны. А те, кто вышли, готовы были это сделать, они лучшие люди России, говорю без всякой иронии. И никакие казаки, их, конечно, не испугают. Я должен сказать пару слов об этом, вот этой вот странной штуке. Потому что, ну, и на меня, честно говоря, произвело впечатление, потому что я же сначала этого даже не заметил. Я на Пушкинскую площадь попал не со стороны памятника Пушкина, а вот я на такси конспиративно подъехал с другой стороны, подошел сбоку и вообще не видел никакого. Потом в какой-то момент смотрю, какие-то люди бегут. И выбегают мужики, машут этими нагайками и что-то там кричат. Прям натуральная драка какая-то. У меня сразу вот такой полный флешбек того, как на нас в Анапе, когда мы в ФБК ходили просто в мае, пошли в поход просто-напросто, и одновременно провели стратегическую сессию фонда борьбы с коррупцией в каких-то дивных интерьерах Краснодарского края. И вот в Анапе была какая-то такая же ситуация. Огромное количество каких-то мужиков, полупьяных, небритых и давно не мытых. Они там с криками, разнообразными криками. На глазах у полиции, на главной площади аэропорта тоже так на нас набросились. И, естественно, до сих пор нет ни уголовного дела и ничего. Вот то, что вы сейчас видите на видео, оно зациклено. Мы проанализировали каждый кадр. И на настоящее время мы уже подали 13 заявлений о преступлении со стороны сотрудников полиции и этих самых так называемых казаков. Мы понимаем отлично, что туда их власть сама привела, и она их наказывать не будет. Но для нас важно, понимаете, задокументировать это все. Потому что рано или поздно, рано или поздно, совершенно точно все эти люди будут наказаны. Они относительно молодые, поэтому доживут. Вот мы отменим все сроки давности и пересажаем их всех, не важно, сколько им будет лет. Те, кто непосредственно там бегал, а самое главное, кто ими руководил. Сейчас же там много съемок. У нас, кстати, есть съемки, как их на Маяковской площади заранее собирали, инструктировали. На Пушкинской площади заранее собирали, инструктировали. Есть ответственные чиновники от правительства Москвы, есть полицейские, которые их прикрывали. Есть, естественно, люди в Кремле, которые все это решали. Всех этих людей мы установим. И для этого сейчас начинаем первичную работу. Рано или поздно все будут установлены, и все будут плакать горькими слезами на суде. И говорить, ребята, простите, нас обманули, или нас заставили, или нас подкупили. Но все мы должны просто вот никогда это не забывать. Что касается, вот, ну, я вижу, такая идет постоянная дискуссия. Казаки они или не казаки. И в Краснодарском крае, между прочим, в наших акциях регулярно участвуют казаки. И к нам в штаб приходят казаки. Не нужно говорить, что это все эти люди, мазанные одним миром. Это довольно разное сообщество. По сути, вот эти охламоны, которые прибежали в Москве, что это такое? Ну, это же, это ЧОП, частное охранное предприятие. Все общероссийское движение жуликов, которое называет себя казаками, и в каждом городе страны мы видим просто каких-то, ну, асоциальных таких элементов. Мужчины, которых в полицию даже не взяли, они записываются вот в эти самые казаки. Там есть какой-то главный жулик всегда. Конкретно в этом случае это какой-то бывший генерал ФСБ, который просто захотел заработать денег просто-напросто. Он создал частное охранное предприятие. Для того, чтобы получать подряды ему было проще, бюджетные подряды, бюджетные деньги. Это все, естественно, оформляется по таким патриотическим соусам. Мы сделаем казачество и так далее. Набрали охламонов, выдали им бараньи шапки и пошли требовать бюджетных денег у правительства Москвы, у правительства России. И получили бюджетные деньги. Они получили подряд у Москвы на охрану судов, они получили деньги от Министерства культуры, они получили от правительства Москвы еще какие-то деньги на организацию каких-то тренировочных лагерей и вот этого всего остального. Я вам могу сказать, между прочим, как человек, который провел большую часть пятого числа с полицейскими, как мне там задержали, возили, потом я часов 10, наверное, сидел в отделении. Самим полицейским не очень-то нравится вся вот эта штука. Они их, безусловно, защищают. Они понимают, что это полицейская задача ограждать вот этих вот бомжей и хулиганов от людей, но им не очень-то нравится эта штука, потому что это такое размывание монополий на насилие. Полицейский говорит, ну как, я, конечно, могу кого-нибудь дубиной ударить по голове, но есть и обратная сторона этого приятного факта, что государство мне разрешило бить кого-то дубиной по голове. Меня, например, могут посадить. Или если ты на меня напишешь заявление, я должен рапорт писать. Ну и вообще, я вот тебя задержал, я должен оформлять бумажки, должен что-то делать. Меня начальник может отругать. У меня ненормированный рабочий день, и я вот сейчас до тех пор, пока не скажут, что нас отпустили, весь там какой-нибудь второй оперативный полк, должен сидеть в автобусах и ждать. А эти что? В полицию их не взяли? Это просто какие-то охламонные бомжи, но у них есть нагайки. Ничего себе, они тоже могут лупить всех направо и налево и не несут никакой ответственности. Поэтому совершенно неправы те, которые говорят, что вот эта вся идея с нападением вот этих людей, она как-то поддерживается всей властью или большой частью даже какого-то такого пропутинского общества. Это совсем не так. Максим Шевченко, путинист-путинист, буквально перед передачей, он на последних выборах все-таки выступал за КПРФ, но безусловно, человек, который последовательно поддерживает нашу власть, вот он прямо сегодня демарш целый совершил, он вышел из Совета по правам человека в знак протеста против того, что нет никакого расследования происходящего 5 мая в Москве. Ну и я вижу, что даже многие представители власти, они как-то очень нервно к этому отнеслись, потому что, ну это же штука такая, когда власть начинает просто уже даже неформальной группы каких-то просто полупьяных людей нанимать и лицензировать им насилие, и говорит, ну вы можете бить каких-то людей, ну так завтра они же многие вещи могут сделать. Мы же понимаем, что у них-то мотив в основном не идейный даже, они хотят просто денег заработать, они хотят винный магазин разграбить гораздо больше, чем они хотят разогнать какую-то демонстрацию. Это вот примерно об этом вся история. И в условиях, когда наше государство деформировано, сломано, где-то какой-то бывший генерал ФСБ, жулик, который командует какими-то такими силовыми отрядами, а здесь полицейские, а там действующий генерал ФСБ, а здесь какие-то другие силовые структуры. Но в итоге-то это же ведет к тому, что будут появляться какие-то, ну не то что маленькие армии, но в случае кризисной ситуации, понятно же, на кого будут работать вот эти так называемые казаки. На того, кто больше даст им денег. Кто занесет чемодан денег вот этому бывшему ФСБшнику, который организовал их всех, да, на того они будут работать. Мало того, этому ФСБшнику, бывшему, занесли чемодан денег, и он сказал своим охламонам в шапках, идите разгоняйте вон ту демонстрацию. А потом какому-то начальнику среднего звена, там же, занесли больше денег, и они пошли разгонять вон ту демонстрацию. Эта вещь работает ровно таким образом. Мы в истории нашей страны неоднократно это наблюдали, и конкретно в том числе с этим самым пресловутым казачеством. Поэтому относиться нужно, неприятные вещи, безусловно, относиться к этому нужно философски, нужно понимать, что эта власть ничего другого не может сделать для укрепления самой себя, кроме как нас разгонять. Ну, окей, парламент Чечни внес какой-то законопроект, это им приятно, конечно, но непосредственно укреплению власти это не способствует никак. Им нужно подавлять всех, кто против них, всех, кто говорит что-то против них. Поэтому, безусловно, все последующие шесть лет Путина, они будут делать это с той или иной степенью агрессивности, конечно, да. Наша задача просто не бояться, ну, просто не бояться никакого другого тут рецепта, способа или чего-то другого нет. Нужно работать над тем, чтобы больше и больше людей выходило на эти митинги. Алекс РМ спрашивает, у меня Алексей, добрый вечер, что вы думаете по поводу акций во время чемпионата мира? Формально во время чемпионата мира на проведение акций нужно получать разрешение ФСБ. Никакого запрета там нет, но они приняли такой закон абсолютно неконституционный, который, я считаю, по которому ты должен получать дополнительное разрешение от ФСБ. Для нас это вообще ни тепло, ни холодно. Нам и так никаких разрешений не дают, поэтому, если есть повод, я не вижу никаких проблем проводить акции и во время чемпионата мира. В конце концов, мы же не проводим акции для того, чтобы мешать чемпионату мира. Это было бы недопустимо, но если акция за свои права, то почему бы и нет. Огромное спасибо, конечно, всем сотрудникам штабов, всем волонтерам, нашим координаторам. Они организовывали это все в 60 городах. Под таким большим прессом у нас несколько человек были арестованы до митингов. Сейчас еще арестовано 2 человека, 7 человек ждут суда. Вчера буквально координатор нашего штаба в Уфе, не вчера, 9 числа, а вчера Лилия Чанышева, девушку арестовали на 30 суток, потому что в Уфе все молодцы. Опять же, было потрясающе успешное шествие. Ну вот и хотят отомстить, хотят показать, что нужно, значит, как-то прижать к ногтю. И поэтому Чанышева и впаяли 30 суток. Координатора там же нашего Федора Телина посадили, дали ему 25 суток. В Челябинске человек получил 25 суток. Вот сейчас впереди в Тюмень суд, в Перми будет суд. Опять же, понятно, они боятся. Они идентифицировали нас как единственных возмутителей спокойствия. Ну смотрите, выборы же недавно прошли. Где кандидатов президента? А что Титов? А что Грудинин? Кандидат от народа. Какую он проводит акцию? Где Григорий Алексеевич Явлинский? Каким акциям он призвал в смысле подготовки инаугурации? Ну вот он же сказал, что я не признаю эти выборы. Наверное, хотелось бы какой-то там публичной активности, санкционированной, не санкционированной, чего-то. За тебя проголосовал там 1%, но как-то поработай с этим 1%. Никто ничего не делает. Никто ничего не делает, поэтому они прессуют нас как единственную реально существующую политическую структуру. Но я уверен, что у нас все люди хорошие, честные, смелые и несгибаемые. Поэтому я в нашей структуре уверен, я уверен, что несмотря на сейчас очередную волну прессинга, все наши штабы выстоят, наша сеть по стране выстоит. Помогайте нам, присоединяйтесь к нам и будем все вместе отбиваться. Очень смешные я видел комментарии всяких путинистов, которые сами себя объясняли, почему же 5 мая по всей стране вышел народ. Но они же ждали какого-то провала, потому что они же живут в мире, что они всех уже запугали, и на несанкционированные акции никто не придет. Вот у них есть кнопка, сделай все акции несанкционированные. И мы все сразу испугаемся и сбежим. И они в это верили, и потом после 5-го с недоумением обсуждали, а почему же народ все-таки вышел на 5 мая, и мой приз за лучшее объяснение получают, ну, одна из моих любимых организаций, в принципе, они у меня всегда получали бы призы, это отряды Путина, которые выступили с официальным, значит, объяснением, почему же люди шли на акции 5-го числа, и они рассказали, что Навальный раздавал продовольственные пайки со своего склада в мытищах. Давайте посмотрим. 1 минута, 22 секунды чистое наслаждение. По нашим оперативным сведениям, это вот насчет этих пайков, значит, ну, естественно, пайков для навальнистов, молодых мальчиков, и не только молодых. Это в Москве за 5-е число, ты что-то говоришь? Да, в мытищах, по нашим сведениям, да, 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 там склад находится, в мытищах. И вот оттуда как раз формируются там пайки, и потом оттуда... Вот эти миллионцы, развиваются пайки, а что входит в них? Значит, что входит? Ну, тушенка, да, небольшая там, это маточка, 350 грамм, да, 350 грамм. Да, пресловутая гречка. Ну, почему пресловутая, она широко известная. Ну, да, ну... А эта самая, как гречка... 800 граммовая. 800 граммовая. Даже не килограммовая, да? Да, ага, да. А сейчас дальше, что туда входит? Масло подсолнечное. Да, кстати, тоже не лит, а кому? Да, ты что? Да, да. Чай пакетированный. Чай пакетированный. Да, да, да. Сама светит. Да, единственное, я хочу сказать, сгущенка, сладеньким подкармливаемым. Вот сгущенка есть, не знаю, как они вывесили, я думаю, да. Мы позвонили, скажем, белгородские. Я думаю, да, сладеньким подкармливаемым. А рис? Я вот что хочу сказать, дорогие отряды Путина, если бы я раздавал за участие в акциях рис пакетированный, чай пакетированный, гречку, рис и тушенку, вы бы бежали на мои акции отряды Путина в первых рядах. Потому что люди, которые записываются в подобных организациях, вот они за бесплатную еду продадут родную маму. И если бы я раздавал какие-то продуктовые наборы, вот все обитатели этих Путингов просто, это было бы хуже казаков. Все, вот вышли какие-то нормальные люди на 5-го числа на Пушкинскую, и вдруг распространился слух о том, что Навальный раздает бесплатную еду. И толпы этих путинистов бежали бы, сметая все на своем пути, затаптывая людей в поисках бесплатного риса и гречки. Поэтому мы ее не раздаем не только потому, что у нас нет на это денег, нет желания этого делать, но в том числе потому, что мы не хотим вас видеть на своих акциях. У меня очень много спрашивает по поводу, вот я вижу твит мне пишет, что зараза на нас экономишь, где мои 800 грамм гречки, спрашивает Каменков Юра. Ну вот Юра, не досталось тебе гречки.